Раньше на первом этаже жилого дома номер 6 на Союзной улице располагалась муниципальная управляющая компания. После проведенного ремонта здесь открыли уютный, безопасный и комфортный детский мини-сад на 63 малыша. Здесь полноценное пятиразовое питание. Да, оно привозное, его привозят из ближайшей школы. Соответственно, здесь оно греется в специальных термобидонах, то есть вся технология захоронена. Обязательная образовательная программа, то есть дети здесь не просто едят и, соответственно, гуляют, с ними здесь занимаются. Весь образовательный стандарт в наших полисадиках выполняется. Зампред правительства Московской области Ирина Коклюгина вместе с главой муниципалитета Андреем Ивановым осмотрели один из четырех открывшихся в округе мини-садов по присмотру и уходу за детьми. Пообщались с родителями и малышами. Ребят, ну что, как вам тут? Ярослав, тебе нравится? А что тебе больше всего нравится? Вот эта. Вот эта тебе нравится? Познакомиться с работой полисадика в восьмом микрорайоне Одинцова в первый день пришли 11 детей вместе с родителями, в том числе и Елена с сыном Матвеем. Они живут по соседству. Мальчик уже оценил новые игрушки, а мама – домашнюю атмосферу сада. Попали в садик, нам дали путевку, но пришли сюда на экскурсию и решили перевестись оттуда сюда уже. Полисадики отличаются от обычных детских садов лишь своей компактностью и отсутствием больших веранд для прогулок. Они появляются в густонаселенных микрорайонах. Сегодня в округе открыто уже шесть мини-садов на 615 малышей в возрасте от полутора до семи лет. Поручение губернатора можно считать выполненным. Но программу планируется развивать и дальше. Мы ищем свободное помещение муниципальное и будем, скорее всего, там и дальше проводить ремонты вот такие быстрые. Буквально за 2-2,5 месяца у нас после ремонтных работ появляется вот такой сад по присмотру и уходу, в который можно уже отвезти своего ребенка. Поэтому программа эффективная, очень важная, нужная. В правительстве региона пообещали, что субсидию на ремонт помещений для новых мини-садов вновь предоставят.